Первые трагедии на воде. Накануне вечером 55-летний оренбуржец купался в реке Урал в районе одного из СНТ. В тот день у мужчины был день рождения. Именинник не смог выплыть на берег на глазах очевидцев. Возможно, в тот момент он был пьян. Еще один несчастный случай произошел в Элекском районе. В озере Малая Песчанка было обнаружено тело местного жителя. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Сразу несколько человек выпали из окон на этих выходных. В Зулокском районе пострадал трехлетний ребенок с различными переломами. Он был доставлен в больницу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции со слов отца установили, что ребенок, оставшись без присмотра, открыл пластиковое окно и, облокотившись на москитную сетку, выпал с высоты пятого этажа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Семья характеризуется положительно, но учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояло. На Востоке области медикам не удалось спасти молодого человека, который выпал из окна восьмого этажа. По словам очевидцев, пострадавшему было чуть больше 20 лет. С места происшествия его увезла скорая помощь. Он скончался по дороге в больницу. Причины случившегося выясняют правоохранители. Несколько жителей области погибло в автокатастрофах. Самое серьезное ДТП произошло в северном районе неподалеку от села Малиновка. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. В результате ДТП водитель ваза погиб на месте, двое его пассажиров госпитализированы. Полицейским Новотроиска удалось пресечь деятельность наркопритона. Его в своей квартире организовала нигде не работающая местная жительница. Указанную квартиру с целью потребления наркосредств посетило более 10 человек, опасавшихся привлечения к ответственности за незаконное приобретение и хранение и употребление наркосредств без назначения врача, а также огласки их наркотической зависимости. По данному факту было возбуждено уголовное дело по чести 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы. Анастасия Матвеева, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok